В центре тестирования учителя 11-классников волнуются не меньше выпускников на пробном ЕНТ. Еще бы, ведь итоги экзамена покажут реальные знания педагогов-предметников. Пересдать тестирование не получится. Около двух тысяч шамкенских учителей, независимо от квалификации и стажа работы, будут сдавать тесты в равных условиях. Со вчерашнего дня знакомимся с новым форматом. Конечно, есть волнение, но думаю, что нам это в будущем очень пригодится. Я готова сдать тест, так как мы всегда сдавали сами. Я уверена, что у них все получится. Среди тех, кто сдает тестирование, есть и молодые специалисты. Учитель биологии Жанар Жусибекова уверена, подобные тесты стимулируют. Их результаты покажут профессиональную компетентность каждого преподавателя. Я не думаю, что я отвечу на 100%, но я взяла 11-й класс, потому что хочу учиться и развивать свои профессиональные навыки. 30 вопросов и всего 45 минут на решение тестов и заданий. Причем, возможно, несколько правильных вариантов ответа. По словам руководства городского отдела образования, тестирование педагогов, преподающих предметы в 11-х классах – мера необходимая. Только так можно понять, кому из учителей необходимо повысить уровень знаний. Специалисты отмечают, что результаты тестирования никак не отразятся ни на квалификации, ни на заработной плате учителей. Тестирование проводится не с целью выявить и наказать, а с целью выявить, подсказать и помочь. Мы оповестили первых руководителей, что результаты не должны сказываться на квалификации и статусе педагога. Кто покажет низкий уровень знаний, с теми мы будем работать. В 129 шамкенских школах сегодня работают 14 тысяч педагогов. 420 из них уже проверили свои знания. Еще полторы тысячи учителей, работающих в выпускных классах, пройдут тестирование до конца недели. Подобная проверка знаний педагогов-предметников в Шамкенте проходит впервые. Но для Казахстана тестирование такого рода – не в новинку. Так, в Караганде, Алматы и Астане проверка знаний учителей давно стало обыденной практикой.